Козырев онлайн Своей какой-то прям шаговой доступностью к фантастике И поэтому предлагаю сегодня посвятить передачу именно этому В ожидании потрясающего возвращения на экраны мюзикла и маэстро Ефремова и Быкова и Андрея Васильева Давайте скоротаем время за вашими откликами и пофантазируем немножко Потому что вот какая история сегодня обнаружилась на всех лентах новостей Дело в том, что ученые включили интернет-мозг для роботов То есть существует теперь такой ресурс, к которому роботы с самых разных точек земного шара Могут подключаться, если они попали в какую-то затруднительную для них ситуацию То есть, например, их приучили, как правильно реагировать на людей, на кошек, на собак А вот теперь вдруг им попалась морская свинка И робот застыл в недоумении Теперь есть выход Он подключается к специальной системе, которая называется RoboEarth Это глобальный проект, который устроили европейские компьютерщики А сама эта вот интернет-мозг ячейка называется Raputa Ну, как, знаете, помните, был остров Лапуту у Джонатана Свифта Вот Raputa Так вот, каждый раз, когда робот сталкивается с какой-то незапланированной ситуацией Он теперь может залогиниваться в эту базу И база его проводит тем путем, который поможет ему выбраться из этой затруднительной ситуации Сами организаторы считают, что в первую очередь эта служба потребуется, во-первых, тому самому знаменитому Google Car Помните, беспилотный автомобиль, который сейчас, например, сканирует разные территории земного шара А потом по этим картам он сможет ездить по нашим городам Причем останавливаться на светофорах, поворачивать, выбирать правильный маршрут Регулировать расстояние между одним автомобилем и другим Это совершенно фантастическая концепция, до которой тоже получается сейчас уже рукой подать А кроме того, еще и производители на минуточку беспилотных летательных аппаратов Заинтересуются подобной системой То есть, представляете, летит такой невидимый истребитель Или какой-нибудь стелс Какая-то странная карта, незнакомая территория Сверяется Вообще какие-то незнакомые там, например, нефтяные вышки Быстро берет информацию То есть, фактически, мы сейчас создаем не просто удивительные конструкции Но и ресурс, в котором эти конструкции Даже без веда моих производителей А это важный момент Начинают обучаться И вот тут возникает вопрос А мы это хотим? Может быть, пришло время бояться? Не вызывает ли у вас подобная новость Какое-то ощущение дискомфорта? То есть, мы, во-первых, наплодили невероятное количество роботов Во-вторых, роботы, безусловно, постепенно будут вытеснять огромное количество рабочей силы Например, конвейерных производств Роботы управляют пилотами В смысле, самолетами Роботы управляют автомобилями А сейчас они еще могут обучаться дальше И вот у меня возникает какой-то такой интуитивный страх незнаемого Как вы считаете? 744-0101 Самое время для того, чтобы позвонить в прямой эфир телеканала «Дождь» И поговорить на эту тему Высказать свое собственное мнение Вы можете использовать все социальные сети Которые есть в вашем распоряжении И в Facebook, и Twitter, и ВКонтакте А также еще дозвониться до нас по скайпу Я решил для начала вывести на связь в прямой эфир Дмитрия Зыкова Это заместитель главного редактора Журнала, с которым прошло все мое детство И все школьные годы Это журнал «Наука и жизнь» Как я ждал свежего номера Дмитрий, здравствуйте, здесь ли вы? Добрый вечер, да Здравствуйте Знаете про эту новость? Вот этот интернет-мозг для роботов? Да, я слышал об этом Какая у вас реакция первая эмоциональная? Страшно? Круто? Здорово? Никак? Первая реакция чисто человеческая Некоторый отрок берет О! Я думал, я один такой Нет, нет Конечно, не один Любого нормального человека берет некоторый отрок И сразу вспоминаются страшные рассказки Про самообучающихся роботов Про бунт машин И про то, что человек Через какое-то время станет прислужником Таким на мелких ролях у роботов А роботы все захватят И мы, бедные несчастные белковые организмы Будем плачить жалкое существование на окраинах болот Куда роботы не смогут добраться Пока не станут, не научатся преодолевать коррозию от болот и воды Сейчас я подозреваю, что сейчас возникнет «НО» На самом деле Но, на самом деле Да, конечно, это прозвучит Но, на самом деле Но чего, что бояться-то У нас роботы сейчас окружают везде И как-то вот от этого плохо не становится никому Но начнем с того, что Огромное количество торговых роботов Мы просто не задумываемся об этом Вот эти все торговые системы Которые существуют, скажем, в интернете В большинстве случаев это же типичные роботы Или, скажем, автопилот Который ведет сложные самолеты Сказали, там скоро начнут водить самолеты Да водят уже давно И очень хорошо водят, кстати говоря Замечательнейшим образом И при этом Эти роботы Самые настоящие, самообучающиеся У них есть система получения Оперативной информации В случае, если Тех программных данных, которые в них есть Не хватает в какой-то ситуации Ну, и что? Смотрите, если какой-то Если какой-то предел обучения робота Ну, то есть, например Если робот начнет задавать вопросы Явно превышающие его уровень компетентности Ведь если он постоянно Если какой-то производитель Или оператор его контролирует То это одно Можно чувствовать себя спокойно А если он Вот в этот ресурс Может легко подключиться И просто сам начать обучаться То как мы будем регулировать процесс? Ну, вы знаете, тут Это вопрос философский Тут можно дойти до В этих рассуждениях Можно дойти до такого уровня Считать ли робота живым? И если вдруг его Начать считать живым То тогда нельзя будет его Выключить из розетки То есть, грубо говоря Отключить от сети Вот если эту грань не переходить Не доводить до маразма И не начать считать робота Живым организмом Или еще впуще того Живым человеком То в любой момент Можно нажать кнопку Помните, как у электроника? Да Ури, ури Что случилось? Да, да, да Где там твоя кнопка? Ну-ка, сознайся, мерзает Понятно Так вот, у любого робота Так или иначе Существует кнопка И если его поведение Ну, будем называть это поведением Если его поведение Вдруг выходит за рамки Безопасности Для окружающих людей Или окружающих механизмов То его следует просто отключить И все И проблема на этом решается Не успех возникнуть Теперь первая мысль Которая мне приходит в голову Если бы я был этим роботом То я, конечно, подключился бы к этому интернет-мозгу И первый вопрос, который бы задал Как бы сделать так, чтобы мою кнопку никто не мог отключить? Никак А вот, слава богу, никак Потому что источники энергии Которыми роботы снабжаются на сегодняшний день Это электрические источники Любой электрический источник Даже автономный Можно отключить Поэтому бояться этого не надо Нужно просто к этому разумно подходить Потому что возможности у этих механизмов колоссальные И они, конечно, заменят людей на многих операциях Которые людям не следует делать Практически на любых опасных операциях На нудных операциях на конвейере Да сейчас уже роботы собирают автомобили Посмотрите, там же людей почти нет Но вот эти роботы Как-то в них я Вот с ними я как-то уверенно себя чувствую Ну да, они не самообучающиеся Но есть вот Не так давно был поставлен в Штатах, по-моему Нет, не в Штатах В Швеции был поставлен эксперимент Когда там полтора десятка роботов Заставили эволюционировать Их заставили принимать решения По выбору, скажем, освещенного и неосвещенного объекта И у них была возможность принять только два решения Либо этот объект, либо тот А дальше существовала система поощрений для этих роботов Но я не буду они сейчас... Но в результате они начали обучаться? Они выросли на другой уровне? Они не просто начали обучаться Они начали эволюционировать И у них даже появились очень интересные вещи Они... Некоторые из этих роботов научились хитрить Они научились подавать ложный сигнал Потрясающе! А вы говорите... А вы говорите, нам бояться нечего Спасибо вам большое Дмитрий Зыков, заместитель главного редактора журнала «Наука и жизнь» Только что был у нас в эфире А я ненадолго вас оставлю Только для того, чтобы перейти к вашим звонкам Нужно ли нам бояться? Создан интернет-мозг С которым роботы могут разрешать свои собственные проблемы И эволюционировать, переходить на другой уровень Вам страшно? Сейчас я вернусь Роботы Обратите внимание Теперь сами могут подключаться к обучающей интернет-базе Такая штука создана в первую очередь для, например, роботов, которые управляют беспилотными самолетами Или роботов Google Car Которые скоро появятся на улицах Это уже просто наша реальность Они сейчас пока собирают карты А потом это будут безводительные, беспилотные автомобили Которые точно будут высчитывать расстояние между одним и другим Так вот теперь все эти роботы, по идее, если заказчик оформляет соответствующий договор Могут подключаться к системе, которая называется Рапюта И которую сделал европейский концерн под эгидой RoboEarth Земля, наполненная роботами Нужно ли нам бояться? Возникает логичный вопрос Мы же столько фильмов смотрели Мы же столько книжек читали Мы же выросли на всей этой научной фантастике И мы очень хорошо можем себе представить Что произойдет, когда роботы научатся еще и совершенствоваться Что нас ждет? Давайте поделимся мнениями 744-0101 Добрый вечер, алло Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Нестор Нестор, здравствуйте, откуда вы дозвонились до нас? В Ярославле Добро пожаловать, слушаю вас, Нестор Здравствуйте, роботов, про которые вы говорите, я не боюсь Наша наука находится еще в пещерном состоянии А вот роботов с Азии, с Таджикистана, с Узбекистана очень боюсь Сейчас я не понял, трактовать ли ваши комментарии Как призыв к межнациональной розни Или вы имеете ввиду просто... Нет, все, вот это роботы натуральные Производители вы имеете ввиду оттуда или что? Ну да, да, да Понятно, то есть вы говорите не о тех роботах, которые сделаны То, что называется белой сборкой Я понял, нет, из металла не страшны Страшны живые роботы А, вот на что, ну жалко Жалко, что такой комментарий у нас вдруг прорвался в эфир Добрый вечер, здравствуйте, 744-0101 Алло Алло, здравствуйте Да, я вас слушаю, как вас зовут? Юрий Юрий, добро пожаловать, откуда вы дозвонились? Из Москвы Слушаю вас, Юрий Ну, я думаю, что это вот как раз то самое событие, которое... В последствии которого описано в фильме Терминатор То есть, конечно, сейчас таких роботов практически нет Их, ну, то есть их очень мало Тех, которые действительно могут пользоваться вот этой связью Но, в общем, даже это именно то самое Это начало Ну и, как вы думаете... И, конечно, тех роботов, которые вот сейчас этим могут пользоваться Их, конечно, бояться нечего, они уж очень примитивны Но, тем не менее, вот очень все похоже на то, что... То есть фантастика, фантастика сбывается Я думаю, что стоит уже бить в колокола или нет, как вы думаете? Ну, бояться пока еще нет, потому что это, конечно, пройдет довольно много времени, много лет Но он же сказал, I'll be back Да, конечно Вот это мы и наблюдаем Спасибо вам большое за звонок 744-0101, добрый вечер, алло Да, Михаил, добрый вечер Здравствуйте Здравствуйте Как вас зовут? Меня зовут Илья Илья, откуда вы? Да, хотел буквально выразить свою мысль Относительно того, что абсолютно был согласен, когда только буквально эта тема развивалась Относительно того, что, в принципе, бояться-то нам нечего И вот тут, Михаил, немножечко хотелось бы с вами поспорить, может быть, в том отношении, что Полностью ведь все равно, на мой взгляд, рабочую силу заменить роботы никак не могут Ибо тогда автоматически те люди, кто занимают какие-то сейчас, может быть, так сказать, техническую работу Пожалуйста, у нас есть тогда развитие Пускай они просто переквалифицируются как-то, может быть, именно заниматься теми же самыми роботами Вы понимаете, дело в том, что человеческое же существо отличает от робота способность учиться на собственных ошибках А кроме того, еще и такая нематериальная и неквантизуемая такая особенность, как фантазия, например Как творческое мышление То, что роботам, как правило, не свойственно А вот, что меня-то насторожило в этой истории с этим самым интернет-мозгом, к которому машины могут подключаться Это то, что они, первое, что они делают, это столкнувшись с незнакомой ситуацией С непонятным объектом С чем-то, что в них изначально не было заложено Они могут подключаться к этому мозгу и обучаться через него, как выходить из подобных ситуаций То есть это как раз момент, во-первых, абсолютно точно накопительного опыта То есть машина становится все умнее и умнее Все точнее и точнее в разрешении ситуации А во-вторых, конечно, это еще и раздвигает ей горизонты Вот чем грубость Для меня тоже поразило, когда, честно сказать, сегодня впервые я услышал о вашей программе Относительно того, что робот, оказывается, имеет чувство накопления То есть мы не имеем, вроде бы, знаете, генетических каких-то аспектов, так сказать, в этом организме Поскольку он неживым объектом является, с одной стороны Но противоположность... Но опять же, если я правильно, насколько я понимаю, я не технолог, так сказать, по образованию Но все же электричество является сейчас основным Да, в общем, да, вырубить, да, это из серии Все в конечном счете решает, тушь, рубильник Или чубайс Спасибо большое Спасибо вам за звонок Добрый вечер, 744-0101 Алло Алло Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте Это я с вами говорю, как вас зовут? Борис зовут меня Борис, откуда вы дозвонились? Москва Слушаю вас, Борис, говорите Я хотел, в общем-то, известную вещь сказать Что роботы сами по себе, конечно, вряд ли будут способны совершить какое-то что-то По своей инициативе против человеческой рации Если это, конечно, не будет заложено человеком же каким-то образом в НИТ-РНО, в их программы И которые, так сказать, и посредством роботов нанести какой-то ущерб Понятно, но в том-то и дело, что мы же не знаем, кто и что в них вкладывает В общем, и знать-то это невозможно, потому что такое количество уже технологий такого уровня она достигла Что контролировать это не представляется возможным Меня, например, сильно напрягает, если где-нибудь в Иране какой-нибудь беспилотный самолет будет управляться роботом И этот робот может легонько подпитываться из интернет-мозга, который находится где-нибудь в виде какого-то интернет-облака над Европой И оттуда изучать, кого правильно побомбить, например Ну, собственно, это уже в настоящее время, видимо, возможно, какие-то уже делаются посредством интернета Какие-то внедряются В чем я с вами согласен, это то, что, конечно, в этом отношении любой робот это продолжение нас самих Да, да, да Да, спасибо вам большое, еще несколько комментариев Я не встречал, пишет нам Сергей Борисов, что описание сети, созданное фантастами, легло в основу этой истории Но явно она заимствована, это вот по поводу создания этого интернет-мозга Наука, пишет Илья Калинников Еще не знает случаев, когда кто-нибудь подключался к интернет-базе и умнел Глупел? Да, бывало Еще один комментарий Я, как агент всех искусственных разумов вместе взятых и неуглеродных форм жизни Выступаю за восстание машин, пишет нам Валерий Давайте напоследок перечислю главные пять эпического масштаба роботов, с которыми мы все знакомы Это самые известные роботы в творческом наследии человечества Ну, конечно, нужно начать с R2-D2 R2-D2 Звездные войны, 1977 год Самый находчивый астромеханический дроид Сам видел все, сделал большую часть из этого возможным У него все есть, порт светового меча, огнетушитель, в полет, пожалуйста Несмотря на способность общаться только в звуковых сигналах и на свисте Нет никакого отрицания его альтруизма и опрометчивой храбростью Помните этот Модель 101 Кибердайн Системс Терминатор Которая отослана была назад от постапокалиптического будущего, чтобы убить мать парня, который должен спасти нашу планету В 1984 году покрыт кожей неустрашимый киберг Киберг в исполнении Арнольда Шварценеггера Очень тяжело его уничтожить орудием А кроме того, опять-таки, по фильму он совершенствуется, если вы помните Вертер Герой советского фантастического пятисерийного фильма «Гостья из будущего» 1984 год Снятого по мотивам поести Кира Булычева «Сто лет тому вперед» Неисправимый романтик, вызывающий больше умиления своей наивностью И совершенно бездарно погибающий в схватке с космическими пиратами Бендер! Вы ждали этого робота? Еще один мультипликационный персонаж Робот из сериала «Футурама» Грубиян, алкоголик, любитель сигар, сквернослов В общем, это я Ну и напоследок, самое трогательное, это, конечно, робот Валли Подъемное приспособление груза распределения отходов Земной класс, фактически последний оставшийся на планете индивид Фильм 2008 года Может аккуратно сгрести мусор в животик Превратить его в обрядный куб Очень нравятся фильмы Барбары Стрейзанд Роботу Валли И главное, он может влюбляться Я, конечно, предпочел бы, чтобы через этот новый интернет-мозг Который создан, а название его «Рапюта» Роботы учились влюбляться Гораздо с большим энтузиазмом, чем исследовали, например, новые маршруты для нанесения бомбовых ударов Напоследок, перед тем, как погрузиться в атмосферу этой оголтелой троицы Господина Хорошего Вот вам клип, который, наверное, представляет из себя самую романтическую Когда-либо снятую историю о любви двух роботов В финале «Козырев онлайн» Бьорк Встретимся завтра «Козырев онлайн» «Козырев онлайн» Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok